Две недели минимум Александр проведет практически не вставая с постели. Ему больно даже сидеть. Травму спины 17-летний парень получил во время квеста. Пытался отбить товарища, которого по сюжету игры похитил один из актеров. После чего он переключился на меня. Он также там сначала допрашивал, задал вопросы. Типа зачем пришли? Ну, актерская игра. И потом толкнул в сторону дивана. Но, видимо, в Тимте так не рассчитал то, что прилетело на диван, но не на мягкое, а на деревянное основание. Мама Юлия рассказывает. Сын позвонил ей, сказал, что упал и не может сам идти. Родственники отвезли подростка сначала в трампункт, а затем и в БСМП. Такой прям самый сложный момент был. После этого сказали, что есть подозрение на перелом. Но из-за того, что внутри отек, прям сильный гематома, отек, гематома, кровоизлияние, они не видят, есть перелом или нет. И на рентгене, как раз таки, тоже было не видно, ни на УЗИ, ни на рентгене. После этого они приняли решение отправить его на томограмму. И уже на томограмме стало понятно, что у него перелом позвонка. Владельцы квеста держат в телефонном режиме связь с семьей пострадавшего. Даже обещают возместить затраты на лечение. Но идти на личный контакт с журналистами не хотят. В офисе компании, которая занимается организацией этого квеста, сейчас никого нет. Свет там не горит. Хотя на двери написано, что работают они с 12 часов дня до половины первого ночи. Сейчас разгар рабочего дня. Едва 16.35 минуло, но дверь закрыта. По закону о безопасности услуг должен заботиться тот, кто их предоставляет. Специалисты Роспотребнадзора и юристы единодушны. Если договориться о компенсации полюбовно не выйдет, поможет только суд. Ответственность со стороны государства, которое он несет, это будет либо административной, либо уголовной. У нас есть статья, это оказание услуг ненадлежащего качества, за которую организаторы несут ответственность. Соответственно, и как уголовную, так и административную. В зависимости от наступивших последствий. Родители Александра пока еще не решили, стоит ли доводить дело до суда. Все будет зависеть от того, как быстро сын пойдет на поправку. Но полиция все равно уже заинтересовалась этой историей. Сергей Сеславин, Максим Галат, Енисей, Новости.